И доброе-доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели 107.1 и присоединившиеся телезрители канала Саха-24. Сегодня в рубрике Якутск. Сегодня мы рассмотрим более глобальный вопрос, нежели чем просто отношение жителей Якутска к какому-либо вопросу. На самом деле проблема имеет место быть. А именно, допустим, проживает гражданин Петров по улице Березовенькая 18 и так далее. У него куча соседей, допустим. Гражданин Петров обустроил себе нормальный септик с возможностью откачки и так далее. А трое соседей, которые вокруг него живут, глядя на его потуги, насмехаются. А у нас обычно яма обычная, мы никуда ничего не откачиваем, не тратим 1700 рублей, скажем так, раз в три месяца. И у нас все абсолютно спокойно уходит. Благо у нас грунт, у нас природа, которая является лучшим в мире очистителем. На самом деле, называется сегодняшний разговор по следам одной публикации. Ватсап-утка. Прямым текстом утка была о том, что в селе Кептене инспекторы охраны природы оштрафовали тех людей, которые, пользуясь теми преимуществами, которые им предоставлены были в год благоустройства, провели себе благоустройство, и их за это дело оштрафовали. При этом стучали палкой по дну септика, и прощупывается дно, не штрафуют, не прощупывается, значит штрафуют. На самом деле, ситуация была бы не столь смешной, если бы это не было столь реально. На самом деле, инспекторы охраны природы могут абсолютно в законном порядке оштрафовать всех. Почему этого не делается, Кирилл? Доброе утро, дорогие радиослушатели. Инспекторы охраны природы, как вы правильно сказали, могут действительно привлекать к административной ответственности нарушителей природоохранного законодательства, в частности, лиц, которые есть, как говорите, септики. Ну, здесь немножко двоякая, скажем так, ситуация. Согласно действующего законодательства, норм санитарных, других правовых документов, действительно допускается у граждан нахождение выгребных, так называемых, ян, под туалеты, не обустроенных поверхностью дна. Но допускается из расчета одного кубического метра в сутки на человека. И только под туалет, да? Да, потому что это именно то количество, объем этих фекалий, которых действительно могут обработать бактерии для дальнейшего их разложения и переработки. Ну, народ же у нас зачастую, сейчас в последнее время цивилизация же, развивается прогресс, и народ хочет жить в более комфортных условиях, да? И это похвально. Но народ немножко лукавит, да, начинает строить так называемые септики. Кто-то действительно законопослушно получает где-то разрешение, если на своей территории, значит, тогда устанавливает септик металлический, да, он не заинтересован, чтобы действительно с него что-то вытекало, что-то бежало. Многие зачастую устанавливают их вне своих территорий, да, за чужие заборы, там, к соседям, откуда начинает разгораться так называемый сэрбор. Некоторые вообще ставят септики просто деревянные, без дна, без ничего. Пользуются этим, и все уходит непосредственно наружу, образуются переливы всевозможные. И вот здесь, конечно, в этих случаях инспектора могут, как и наши, так и Роспотребнодзора, где есть административные комиссии, значит, они могут привлекать этих граждан, Давайте назовем документ, на основании которого регламентируется установка бытовых септиков. Есть САНПИН, да. Вот 1988 года санитарные правила содержания территории населенных мест, Там четко прописано, какие нормативы, на каких расстояниях должны быть расположены септики, периодичность их уборки, значит, какое расстояние от водных объектов, от соседних домов, от жилых домов, значит, на какой уровень они должны закапываться, на какой уровень должны заполняться, как очищаться и так далее. То есть там все прописано. Меж тем, Егор, есть конкретная опасность того, что вот эти септики по-деревински, так называемые, без дна, они негативное влияние оказывают непосредственно на само строение. Ну, это стопроцентная опасность, потому что зона же неоттайки под домом очень большая, там линзы образуются, особенно в деревянном доме, да, за время эксплуатации. И потом, хоп, вот поставили септик без дна, например, рядом с домом еще, ну, не соблюдая вот именно регламентированное расстояние, да, то вся вот именно теплая вода, которая попадает в септик, она соединяется с этой линзой, и процесс вот именно оседания дома, она заметно ускоряется. Заметно ускоряется. Это уже доказано, да. То есть, можешь просто провалиться дом? Это были примеры. А? Можешь просто дом провалиться. Ну, не провалиться, а просто... Не сразу? Не сразу, но очень быстро провалиться. Ну, и фактор здесь, конечно, вы знаете, что вода имеет свойство дренировать, да, и туда же смываются непосредственно все химические средства, которые сейчас используются. Моющие средства? Да, моющие. Вся вода уходит вниз по уклону, да, и не факт, что близлежащие участки через некоторое время просто-напросто их не огороды превратятся в помойники, вот и все. Ну, насчет мух и прочих радостей. Кстати, мы работаем прямой эфире, 32-00-66, 32-11-66, можете звонить, задаваться и вопросы. Участники нашей сегодняшней передачи, Егор Слобачуков и Павел Ксенофонтов, они на правах полномочных представителей Якутского туалетного общества, о котором мы стыдливо, кстати, умалчиваем. И, Павел, все-таки, наверное, пришло время заявиться. Спасибо, доброе утро. Значит, я немного хочу как бы встать в защиту наших горожан и граждан. Почему? Потому что мы считаем, что в целом государство само не справляется с организацией туалетного вопроса. То есть, по сути, нами не организованы нормальные полигоны, которые бы для начала принимали бы это фекалий. Это раз. Во-вторых, нами не организованы на правительственном, на государственном, на муниципальном уровне нормальная инфраструктура, которая бы обеспечивала возможность людям использовать такие же фекальные машины, которые могли бы выкачивать из тех же ямкостей фекалий и так далее. То есть, мы говорим о том, что эта проблема повсеместная. То есть, если мы сейчас начнем, допустим, наши госинспектора начнут ходить по частным участкам и штрафовать, то мы получим волну возмущения. А почему муниципальное образование и государство, не решая вопроса, сразу накинулись опять-таки на горожан или на граждан? Штрафными санкциями. Да, штрафными санкциями. Вот этот вопрос надо решать. Значит, если сказать про ЕТО, Яхудское туалетное общество, да, мы организовались в 2013 году, то есть, первая, значит, эта встреча у нас была с населением, вот я сейчас передаю информацию, здесь мы говорили о том, что есть Сибирная туалетная организация, да, штаб-квартира, которая находится в Сингапуре, есть Российское туалетное общество, которое находится в Санкт-Петербурге и занимается пропагандой тоже организация туалетного опроса. И, соответственно, как бы мы открылись как Якутское туалетное общество. Это говорит о том, что мы хотим все-таки поднять культуру, да, население и каждый раз оповещать о том, что все-таки этот вопрос надо решать всем обществом, а не просто там один частный человек будет решать или же государство только должно решать. То есть, мы вместе должны развиваться в этом направлении. То есть, наша философия такова, что пока мы туалетный вопрос не решим, никакие крупные проекты, никакие инвестиционные проекты, да, никакие, даже вот развитие туризма, да, мы говорили там часто, да. Вот ребята недавно встречались, и вот статья была, да, вот «Эмикан полюс холода», да, когда нет туалетов, сложно развивать туризм, да. Вот, мы несколько делали круглых столов, да. Значит, впервые вот мы с Егором организовали такой передвижной общественный туалет. Передвижной, туабус, который называется, да. Мы ее тоже как бы презентовали в городе, но он единственный, поэтому он как бы сейчас стараемся давать только детям, школьникам, да, которые там выезжают, или же там съемочным группам, которые выезжают там на кратковременный период. Вот, если там по полной его используют, то она как бы через какое-то время выйдет из строя и больше работать не будет. Значит, построили вот ребята, несколько объектов построили, как такие передвижные мобильные туалеты, которые используются, как в любом месте можно поставить, они зависят только от энергозависимых, только от электричества, то есть будут тоже работать, то есть тоже как бы без выгребных ям и так далее. Вот, значит, в рамках нашей деятельности мы организовали несколько круглых столов. Прямо в рамках туалетного общества? Да, да, именно в рамках туалетного общества, да. Вот, и в прошлом году, значит, в ноябре месяца, да, мы объявили, ну, пока как бы через интернет, сильно не афишировали, но сейчас мы начнем уже тоже афишировать, объявили ежегодный республиканский конкурс. Это лучший и худший туалет, уборный на территории республики. То есть она там делится там по... И ведомственные? Ну, все, то есть превыше, значит, мы разделили их по, значит, участникам, это частный сектор, торговые центры, места в Шипито, учреждения здравоохранения, госучреждения, муниципальные учреждения и так далее. И собираемся, как бы, в рамках нашей деятельности, ну, не обязательно там кого-то там худшим сделать, да, речь о том, чтобы все-таки общество обратило на это внимание. Мы же, вот, допустим, все же ездим, да, вот, по трассе нашим, да, по Вилюзской трассе там ездим, там, Верхний Вилюзск, Вилюзск, и все далее. Чайные. Чайные. Да мы же видим, какого они состояния находятся. И туристы тоже выезжают, и они видят то, что, как бы, как у нас это, с этим дело обстоит. Значит, вопрос даже вот такой, да, вот, если вы наберете туриз, туалет, да, то сразу выскакивает там туалетное мыло там, туалетное там, но... Самого туалета нету. Но самого туалета нету. А надо отмечать, да? Я думаю, что надо обязательно отмечать. Ну, тут я предвижу, скажем так, стенание наших, поскольку Рубика называется, это Якутск сегодня, досъездили бы они на 17-й квартал и так далее, и так далее. Я знаю, что вы недалеко где-то там живете от 17-го квартала, да? Да, да. Да. Значит... Тут, скажем такое, да, в целом проблема, она, еще раз повторяюсь, она наша, как бы, общая проблема. То есть, вот 17-й квартал, который вы сейчас отметили, да, почему она такая зловещая, она... В советское время, когда ее только построили, да, и вот у меня есть коллеги, которые жили вот первое время, когда вот 17-й квартал только-только открылся, он был таким благоухающим, зеленым, красивым кварталом. А в итоге она превратилась в то, что сейчас она превратилась. То есть, оделали яму, вставили туалет, яма заполнилась, и перешли на другой участок, там выкопали. И вот в течение всего периода эксплуатации 18-го квартал, вот эта туалет с вгребной ямой, она крутилась несколько раз вот на этом участке. То есть, соответственно, она полностью уничтожила, знаешь, почву, скажем так, там ничего не растет по-чейски. И в итоге получили то, что мы получили. Значит, решить этот вопрос кардинально, я считаю, что, возможно, надо просто действительно как бы переносить этот квартал, и там сейчас какие-то туалеты ставить, и решать как-то это очень проблематично. А вообще у нас, что касается экологии, да, это прерогатива, скажем, неких политических сил. И вот постановку вопроса по экологии в политическом аспекте, да, я сразу после рекламной паузы, которая неизбежно, как всегда, на самом, скажем, интересном месте, приживает наше с вами умозаключение. Да, и сразу после рекламы мы вернемся к туалетному вопросу и к вопросам организации благоустройства в наших поселениях. Вернемся к аспектам тем, что, ну, вот, я просто хотелось бы упомянуть, да, мы очень серьезно шумим по поводу того, что недропользователи, скажем так, допускают какие-то экологические нарушения, да. Мы, понятное дело, на таких, на крупных нарушениях и так далее, всегда можно приобрести какие-то политические дивиденды, иногда и не только политические, да, вполне слезаемые дивиденды. А вот то, что мы с вами ежедневно едим, перерабатываем вот эту еду и куда-то их, скажем так, откладываем, да, вот этот вопрос, он остается, ну, стыдливо так умалчиваем. То есть некая табу нравственная какая-то, может быть, даже существует, да, вот, не знаю. Нет, ну там еще и незнание и законов, и незнание физико-химических процессов, то есть малоинформированность населения в этом плане, их же никто не информирует в настоящее время. О том, что мухи летают, они же видны. Нет, они же только себя и видят, и других-то не видят, и они подразумевают, что это само собой разумеющиеся именно думы. Например, вот был же кредитный продукт, Алмаз Аргенбанк в прошлом году, да, выдавали 150 тысяч, ну, льготный кредитный продукт по поддержке государства. Например, там были реальные такие манипуляции, например, что, ну, уменьшение стоимости кредита за счет неустановки септика. Это в Вилюшском районе было такое. То есть подрядчик делает все внутренние работы, а вопрос установки септика этот человек решает сам. Тем способом они снижали его, ну, конечную стоимость. То есть со стороны Алмаз Аргенбанка не было конкретного технического задания на инженерное благоустройство, например. То есть задача решается некомплексно. То есть обязательного пункта вот этого не было? Да, обязательного пункта не было. Человек сам волен был выбирать, что ему устанавливать, а что нет. Нет, вот мы показывали тоже вот эти мобильные установки производства уже тайского металлоконструкции завода, да. На самом деле отличные, ну, пусть малоемкие, да, но в небольших поселениях, в принципе, вопрос решающий. Вот вопрос-то встает, куда? Из этих вот полигонов, которые вроде бы работают, сколько вы говорите сертифицированных? Нет, ну, значит, здесь надо отметить, в каком момент, да, кстати говоря, то, что вы сейчас вот сказали, то, что мы стараемся постоянно указывать на крупные компании, да, что они там нарушают-то там-то, там-то экологию, там и то далее. Кстати, вот у них-то нормативы как раз-таки соблюдаются. И жесткие они, наверное. И жесткие, да, контроль за ними идет очень жесткий, такой конкретный. Но, значит, в части полигонов по мусорам и тем же там по фекальным и так далее, там вообще проблема очень большая. Значит, примерно 472 полигона, ну, это как бы свалки на самом деле, имеют аренду земли. Это твердых? Это твердых, да, коммунальных отходов, да. Из них только 12 полигонов находятся в списке ГРОРО, то есть это государственный реестр размешения отходов. Из этих 12 только 6 у предприятий, промпредприятий и 6 у муниципальных образований, которые опять-таки связаны с крупными компаниями. То есть это западная, южная Якутия. И на всех остальных населенных пунктов у нас полигонов нет. То есть там люди вольны, вот тут... Люди вольны, все куда угодно, что угодно выкидывать. А сейчас государство, вот через ФПК и Тима, да, сейчас будут выделяться тоже займы на это дело, а конкретная инфраструктура на это дело не готова во многих селениях. Это по опыту. То есть вы, как благоустроитель, видите первым делом решение вопроса полигона? Нет, там это все комплексно надо решать же. Не только выделять кредиты населению, да, на благоустройство, но и инфраструктуру уже тоже надо решать, и спецтехнику тоже надо решать, и законы там нормотворческие, если надо, вот какие-то изменения вносить. Ну, из нашего разговора вот должно исходить еще один вопрос, да, о том, что ситуация, якобы описанная в селе Коптейн, она абсурдная. То есть представители... Ну, факта не было. Госкомприроды... Факта не было. Факта не было. Никто не штрафовал никого. Как сказали мои коллеги, да, по эфиру, действительно, по полигонам на территории республики ситуация такая есть, да, но надо отметить, что Министерством охраны природы вот были, в принципе, все, у всех улусах у нас есть подразделения, да, инспекции, все полигоны эти были проверены. Министерством охраны природы разрабатывались временные схемы, да, скажем так, приведения хотя бы к элементарным вещам, да, потому что у тех полигонов не было ни оболовок, не было ни забора, не было ни шлагбаумов, не было ни охраны, то есть мусор свободный и разлетался и так далее. Сейчас их всех обязали, по крайней мере, это сделать, да, на многих улусах, значит, на этих полигонах эти требования, хотя бы элементарные, да, которые есть, они выполнены, да. Просто если взять элементарно и закрыть эти полигоны, то ситуация еще хуже будет. Коллапс будет. Да. И, конечно, в рамках 131-го федерального законодательства, да, эти полномочия, которые возложены на муниципальные районы, да, муниципальные образования по уборке данных территорий, да, вот, как сказали коллеги, оснащение техникой, конечно, в этот вопрос упирается именно как относится улус, да, так называемый район, к своей территории и к решению этой проблемы. Здесь, конечно, должна быть финансовая поддержка в первую очередь, чтобы приобрести ту же технику, да, правильно ее использовать, правильно выбрать все-таки управляющую компанию, да, которая будет обслуживать и заниматься. То есть там, где есть хозяин, там ситуация намного лучше, а где его нету, там действительно некий коллапс. Положительный пример решения вот туалетного вопроса на хорошем уровне есть у вас на скидку? На скидку? На скидку. Ну, то, что мы вот сами с ребятами построили мобильный туалет, это раз. Нет, на уровне муниципалитетов. На уровне муниципалитетов? Да. Значит, Какой муниципалитет можно вот вешать медаль прямо сейчас за... Не на какой. Не на какой? Не на какой. Такого конкретного примера, я считаю, что нету такого муниципального образования, который бы решил этот вопрос. Да, в целом, в России такого муниципального образования, я считаю, нету. Если смотреть чисто город Якурск, то мы сразу должны отметить станции Беловийский очистки источников. То есть, в открытых источниках у них написано 90 тысяч кубов в сутки, перерабатывают они. Значит, в 2013 году, по крайней мере, когда я с ними общался, у них уже тогда было 70 тысяч кубов в сутки. Позже производительство уже было. То есть, ну, надо отметить, что, наверное, сейчас, надо говорить, 17-й год. За 4 года, я думаю... 203-й. Да, ну, 203-й. Ну, очень много мусультов. Тренное количество кварталов. Да, да, да. И, естественно, они работают на пределе. Если смотреть, опять-таки, открытые источники, как проектируются станции Беловийский очистки источников, то они примерно берут 3 килограмма отходов, ну, естественных отходов, да, на одного человека. То есть, мы в городе, у нас 315 тысяч человек. На 400, будем говорить, со всеми мигрантами, да? Да, со всеми мигрантами, 400. Ну, посчитайте. 1200 тонн. Да, то есть, у человека огромный объем. 1200 тонн только, пардон, дерьма, да? Да, и, скорее всего, как бы, надо требовать, уже, наверное, поднимать вопрос, чтобы все-таки модернизировать сбос, наверное. У них так и выходит, сутки, 1 тонна, 1 МКР сухого именно остатка. Сухого остатка. Это на этот идет удобрение, они продают. Продают еще? Конечно, они и биогаз делают сбос. Там у них хорошее производство. То есть, в принципе, там вполне нормальная, рентабельная производство, да? Да, 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 да. Мы постоянно туда проводим ребят, экскурсию делаем, показываем, и, в принципе, там у них достаточно хорошо организовано. Другой вопрос, куда все уходит от частного сектора, куда, это уже централизовано, канализационная система, которая защищает, куда все остальное уходит? Вот другой вопрос. Не, ну, часть, конечно... Давайте мы примем, вот у нас очень... Говорите вы в эфире, у нас очень мало времени, говорите. Здравствуйте. Да. Вопрос такой, у нас возле Тайсар спадает один ручей из Сахалит-Тахо-юрюе. Ага. В ДСК-цептен был Тайсар-Кюрюе, и улица Красильникова. Ага. Он начинал почти напротив магазина мороженое, канализкатора, мган, здание, техническое сооружение. Ага. В ДСК-цептен был Тайсар-Кюрюе, и улица Красильникова. Идут всплывания, скажем так, фекарика каждый год. Ага. Вот я немножко не понял до конца вопрос, да? Что именно там? Куда обращаться и что предпринимать, чтобы избежать, в первую очередь, конечно, для жителей, чтобы более комфортные, скажем, условия, да, чтобы этот запах не... Но, во-вторых, чтобы озеро не портил. И это со стороны КНС-ки идет? Да. Так, ну, могут, конечно, обратиться с письменным обращением к нам в Якутский комитет охраны природы. По данным вопросам мы регулярно по обращениям граждан проводим проверки. Если это КНС-ка, значит, соответственно, есть лица, которые его обслуживают, на чем в балансе он находится, инспектора проведут проверку и привлекут к ответственности нарушителей. Ну, вот на фоне вот тех мероприятий, которые по очистке озера Сайсара и так далее, да, вот присутствие вообще такой проблемы, оно вызывает просто удивление, да? Не, ну, бывают же случаи разные, да. Если это целенаправленно, да. Но я так понял, здесь КНС-ка, значит, здесь идет непосредственно либо недолжное исполнение своих обязанностей по обслуживанию данной канализационной станции, либо, может быть, это экстренным, да, разливом, что-то забилось и так далее, и тому подобное. Значит, ну, инспектора проверят, если есть факты, действительно, значит, привлекут, заставят убрать эти аналии и нечистоты. С коллектором, поскольку вы являетесь инженерами, да, что творится? Почему там обрушение каждый год происходит и так далее, и так далее? Ну, очень кратко, у нас минута буквально осталась, надо же еще... Ну, во-первых, надо подозревать, что имеет все сроки эксплуатации, да? Коллектор-то он старый. Часть коллектора заменили, а часть нет. Он уже выработал свою эксплуатационную станцию. И, соответственно, как бы она была рассчитана все-таки, коллектор, был рассчитан на 60 тысяч населения. То есть город Якуст, он вообще как бы рассчитан на 60 тысяч населения был. А сейчас... Не на 400, да? Не на 400. Никто не подозревал, даже в советское время даже, не предполагали, что здесь 400 тысяч человек будут жить. И, соответственно, как бы она не справляется. Ясно. Мы к вопросам коллектора обязательно вернемся. Хорошо, что мы сегодня подняли этот вопрос без ложной вот этой стыдливости и так далее. Туалетный вопрос имеет место быть. И как мы его решим, это то во многом зависит наше будущее. Или мы будем тонуть, пардон, дерьми. Или мы будем все-таки вдыхать запах ромашки. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!